Ситуация началась у нас 9 мая, когда в первом матче плей-офф против нас Сибиряк выставил футболиста Рафаэль. Мы за день до матча узнали о том, что данный футболист будет играть против нас, и поэтому, имея предварительную информацию, что те 6 месяцев, которые он отсутствовал в клубе, или около того, он, возможно, играл за какой-то бразильский клуб. Мы обратили внимание инспектора матча на присутствии данного игрока в протоколе, и он отразил это в своем рапорте. После того, когда мы это сделали, Сибиряк этого игрока в двух матчах следующих, которые были в этой серии, его не задействовал. И только в среду, когда достаточно понятно было, что это был решающий матч серии, с учетом того, что предполагалось рассмотрение рапорта инспектора на заседании КДК 15 мая, они выставили этого футболиста на игру, все знают, что мы проиграли этот матч и проиграли серию, и тогда мы уже оформили полноценный протест на его участие. Российский футбольный союз сделал соответствующие запросы в Бразильскую конфедерацию футбола с просьбой объяснить сложившую ситуацию в сам клуб Сибиряк. И, исходя из полученных документов, которые мы получили, мы свой протест немножко конкретизировали. Мы указали на те, на наш взгляд, нарушения регламента чемпионата России среди клубов Суперлиги на сезон 2012-2013 года, которые позволяли считать данного игрока, участвующего в этих матчах, неправомерно, но и соответствующего по этапу возможного технического поражения. В момент регистрации его международный транспортный сертификат содержал достаточно серьезные ошибки, которые в написании его имени и фамилии. То есть, если просто взять его паспорт и взять то, что было написано в сертификате, возможности на тот момент идентифицировать, что это именно тот же самый игрок, не было никакой. Нам было непонятно, как его вообще могли заявить. Такого рода документы, конечно, вообще переворачивали ситуацию о том, что нужно, оказывается, рассматривать вопрос его участия во всех матчах предыдущих чемпионатов. Я понимаю, что данная ситуация стала больше политической уже, чем сиюминутной. Казахи прислали ответ, что игрок выступал у них по временному допуску, что сертификат от Бразильской конфедерации футбола они не получили. А в Бразильце, в свою очередь, ответили РФС, что поскольку сертификат находится у них, и они ему никому не отдавали этот сертификат, игрок мог участвовать в их соревнованиях. Это вот и самая главная проблема. Получается, что в момент регистрации сотрудники соответствующего департамента Российского футбольного союза, который отвечает за международные трансферы, допустили ошибку, на наш взгляд, которая повлекла за собой целую цепочку ошибок уже при заявке на конкретный сезон. В заявочных документах этих ошибок не было. То есть ошибки появились в сезоне 2012-2013 года, поскольку регламент нашего турнира предполагает при заявке игрока-легионера получения достаточно большого пакета документов, в том числе разрешения на работу, трудовой визы и прочее, прочее, прочее. Исходя из этого, вот эти документы при заявке на сезон 2012-2013 были заполнены с нарушением регламента. Это была уже вина клуба. То есть, получив документы из миграционной службы, где был неправильно указан футболист, фамилия, имя, отчество его были перепутаны местами, то есть Козлов Сергей Анатольевич – это конкретный человек, а Козлов Анатолий Сергеевич – это другой человек. Это так, для такого простого примера. В данном случае в визовых документах, в разрешении на работу, в рабочей визе, он везде написан по-разному. В карточке игрока, который выдается профессиональному спортсмену для участия в соревнованиях, вообще было все написано по-другому. То есть, по нашему регламенту, все эти документы должны быть одинаковы и соответствовать гражданскому паспорту игрока-легионера. В данном случае мы имели место с тем, что документы все были по-разному, он был везде написан. И можно совершенно четко было говорить, что это другой игрок. Но, как нам сказали, это же тот же самый игрок. Тогда вопрос, зачем прописывать юридические нормы в регламент, которые запрещают и считают дисциплинарным нарушением, запрещают такую форму оформления документов? Она говорит, ну это же не другой игрок сыграл по его карточке, это была как по-футбольному неподстава же. А зачем тогда эти нормы в регламенте, если они не могут нарушаться? Предполагается наличие регистрационного периода. Футболист уехал в декабре из Сибиряка. По информации, клуб был официально выставлен на транспорт. По информации Бразильской конфедерации футбола, в международное трансферное окно в феврале он был зарегистрирован за клубом Мойта Бенита. То есть, вернувшись в открытое трансферное окно в Бразилию, он был зарегистрирован в клубе Мойта Бенита и имел на это право. Потом окно закрылось. Он выступал до 30 марта в официальных соревнованиях чемпионата Бразилии. И после чего приехал в Россию вне трансферного окна и начал выступать в России. Вот если бы он не вернулся в Россию, то никаких бы действий предпринимать никому было бы не нужно. Единственный момент, это клуб Сибиряк мог требовать каких-то контрибуций, компенсаций за то, что игрок, являясь, по их мнению, с действующим контрактом, играет где-то в Бразилии. Факт подтвержденного участия его регистрации в двух клубах в один регистрационный период и его миграции с чемпионата в чемпионат в нетрансферных окон, на наш взгляд, полностью позволяла нам требовать именно такой оценки, как неправомерное участие игрока в матче за счет нарушения регламента по статусу игроков. Дело в том, что есть совершенно четкие вложения регламентов и дисциплинарного в том числе, которые предусматривают виновные или невиновные действия клуба, все равно он является ответственным за своего футболиста, который имеет с ним профессиональный контракт. В данном случае речь шла о бездействии, потому что все прекрасно понимали и знали, где находился игрок, чем он занимался и многие другие документы, о которых я сегодня не говорил, которые были в заседании, это и приказы, связанные с объясняющими его обсутствие по каким-то семейным причинам, в кавычках, и документы бухгалтерские, которые предоставил клуб. То есть совершенно четко клуб понимал о том, что делает клуб по отношению к этому игроку и что делает игрок по отношению к клубу. Будем все-таки ждать решения комитета по статусу игроков. Это такая серьезная инстанция, где собраны уважаемые юристы не в сфере футбола, а вообще в принципе, и я думаю, что они дадут правильную юридическую оценку тем вопросам, которые мы задали. Если же что-то будет в их ответах нас не устраивать, то потенциально мы готовы написать и дальше. Мы перешли просто в чисто юридическую плоскость решения данного вопроса и данной проблемы. Будем просто идти по инстанциям для того, чтобы защитить свою позицию, поскольку мы считаем, что в данном случае был нарушен принцип спортивной справедливости. Наш соперник получил незаслуженное игровое преимущество, был нарушен дух правил игры в футбол, и мы хотим дойти в этой ситуации до конца, для того, чтобы эту ситуацию больше в нашем мини-футболе не иметь.